здравствуйте дорогие друзья курс который мы будем с вами читать называется история русской философии этот курс университетский у нас есть кафедра которая так называется история русской философии созданная 1943 году она фактически возникла в годы великой отечественной войны через два года после воссоздания философского факультета в структуре московского университета это немаловажно потому что наша страна вела войну с противником который кичился наличием великой философской традиции немецкой классической философии понятно что гитлер не был наследником ханта и гегеля про ницше вопрос сложнее но нам тоже что-то этому нужно было противопоставить вот создается предмет истории русской философии вообще-то говоря он создается не с нуля потому что первый учебник по русской философии по истории русской философии был написан в 1840 году этот предмет не изучался университет как отдельная дисциплина но тем не менее накапливались философы накапливались философские традиции в россии из чисто духовной философии философия становилась светской начиная с 18 века и было что изучать ну вот мы будем говорить с вами о философии в россии от самых первых веков сегодня поговорим о философии в древней руси надо иметь ввиду что это пред философская традиция конечно философии как определенного рационального дискурса древней руси можно сказать не было были переводы и мы поговорим сегодня об этом и корпус ариапогитикум который был переведен на афоне в 1371 году и логика маймонида с добавлением аль-газали которая называлась в русском переводе на логика авиасафа ибн юзефа авиасафа и комментарии порфирия к аристотелю эти тексты были известны и они переводились но вот если говорить о понимании философии о том как философия понималась людьми киевская потом московской руси здесь наверное в качестве канона нужно вспомнить о ио не да маскине о его книге источник знания где дается 6 определений философии дамаскин который для православного востока представляет примерно тоже что пома для латинского запада это систематизатор знания знания не только философского но знания вообще в восьмом веке нашей эры в восьмом веке от рождества христова вот в этой книге дамаскин дает 6 определения философии философии из познания сущего как такового то есть познание природы сущего философии из познания божественных и человеческих вещей то есть видимого и невидимого философии есть помышление о смерти как произвольный так и естественный далее философия есть уподобление богу уподобляемся же мы богу через мудрость то есть через истинное познание добра а также через справедливость которая каждому воздает свое имельцеприятно судит наконец через святость которая выше справедливости то есть через добро и воздаяние ответным добром философии есть искусство из искусств и наука из наук ибо философии есть начало всякого искусства и ею всякое искусство было изобретено и всякая наука кроме того философии есть любовь к мудрости бог же есть истинная мудрость вот мы видим шесть определений они носят такой смешанный характер то есть есть чисто христианские определения философии ну например философии есть уподобление богу это на языке христианство называется теозис то есть задача мудреца быть подобным божеству и стать подобным божеству обожиться в жизни или после смерти вот поэтому очень важное назначение философии это память о смерти помышления смерти но это как раз античное определение то есть мы подобного рода определение философии можем найти у платона и диалог фидон как раз и посвящен вопрошанию о бессмертии души а бытии после смерти ну и вот замечательное определение наука из наук и искусство из искусств или художество из художеств оно совершенно в духе наших современных споров о том чем является философия по преимуществу наукой или искусством есть сторонники философии как строгой науки философии по образу математики и на входе в платоновскую академию было написано не знающий геометрии да не войдет сюда один из сторонников строгой философии в двадцатом веке эдмунд гуссер был математиком по образованию то есть декарт говорил о том что мыслить спиноза говорил о том что мыслить надо море геометрику геометрическим образом а есть сторонники философии как все-таки свободного искусства здесь философия ближе к литературе к поэзии вот ну вот дамаскин отвечает нам что это и высшая наука и высшее искусство текст дамаскина был переведен в пятнадцатом веке он ходил в различные сборники но это не значит что до этого о философии не было никакого представления киевской руси было конечно один из просветителей славянских на кирилл кирилл константин носил прозвище философ и это было очень высокое прозвище выше может быть было только богослов а философом кстати звали и одного из первых киевских епископов климента смолятича вот который знал имена и платона и гомера и есть дошедшие от него послание климента митрополита русского написано к смоленскому пресвитеру фоме это середина двенадцатого века где климент или клим как его звали оправдывается он оправдывается в том что его обвиняют в числами ты говоришь мне тщеславишься пишучи строишь из себя философа и сам первый из себя обличаешь сам первый себя обличаешь разве я что к тебе писал не писал и не собираюсь писать говоришь мне по-философски пишешь и весьма несправедливо говоришь будто бы я оставив почитаемое писание стал писать из гомера и аристотеля и платона прославившихся эллинскими хитростями если я и писал то не к тебе а к князю да и к тому не скоро с князем можно разговаривать философским языком и употребляя имена древнегреческих философов а вот с священником с равным себе по вере лучше все таки пользоваться языком богословия и библейским языком и снова климент потом возвращается что я по-философски писал не пойму христос сказал апостолам святым ученикам вам дано знать тайны царствия божьего остальным в притчах и это ли дорогой мой философия с помощью которой я слава ищу перед людьми то есть климент чем занимался в этом послании он аллегорически истолковал библейские притчи как ветхозаветные так и новозаветные а аллегорическое истолкование которое было свойственно александрийской школе александрийской традиции богословия это уже почти философия то есть здесь мы не буквальный смысл почерпаем а пытаемся искать какой-то глубинный смысл интерпретировать каким-то образом переводить это на на житейские рельсы в качестве назидательных примеров и вот это собеседнику климента показалось на философии ну к философии было отношение разное и показательно одно русское слово которое запечатлело в себе вот это древнерусское недоверие к философии это слово ахинея когда мы говорим ахинею несет какую-то не пойми о чем говорит как вот это на самом деле слово ахинея афинских словес книжных сплетений когда на человек слышал философскую речь философские термины он хватался за голову и говорил афинея вот отсюда возникла русская ахинея и представление о том что занимающийся философии тщеславится то есть проявляет гордыню но это не помешало платону а также римскому поэту вергилию оказаться на фресках в православных соборах например благовещенском соборе московского кремля есть а целый иконографический ряд изображений древних философов в древнерусской иконописи это означает что все-таки знали в древней руси слова и устина мученика и устина философа второго века о христианах до христа о том что какие-то греческие философы они хоть и жили до христа но их благочестивая жизнь и благочестивый образ мысли по сути уподобил их христианским мудрецам ну вот один из первых и вообще-то мы считаем такой первый философский текст канона древнерусского философствования а я бы предпочел слово древнерусской книжности потому что здесь мы конечно не имеем дело с чистой философии но имеем дело с любовью к слову к плетению словес к логосу к украшенной риторически речи и вообще имеем дело с особым отношением книги почитанием книги книга не может нести ложь книга всякая она священна это слово которое дает нам знание и поэтому вот такое трепетно отношение книги она заложенная в древнерусскую культуру имела и свои плюсы и свои минусы мы не можем не верить тому что написано в книге если место библии мы положим на аналог капитал маркса значит надо вот раскрыть его и молиться расшивать лоб и обличать всех кто хоть на йоту отступает в ереси ревизионизме вот это тоже такое сакральное отношение к книжному знанию которое вырабатывалось в древней руси так что в народной православной вере было даже представление о голубиной книги голубиной книги которая содержала в себе духовные стихи описывающие кто всем рыбам рыба кто всем морям море вот кто всем горам гора то всем древо древо вот кто всем городам город то есть такая сакральная мифологическая космология а голубиная она была потому что это слово трансформировалась и слова глубинная книга книга который содержит некое глубинное знание на то ли выступает из моря океана то ли птицы приносят ее с небес и вот отдельные мотивы этой голубиной книги они перетекли в либретто опер николай андреевича римского корсакова песня индийского гостя собственно это есть некая вариация на темы голубиной книги то есть это такое как бы народное священное писание которая ничего общего не имеется библии со священным писанием на таким своеобразным образом трансформированная народная вера так вот первый текст это текст как раз отнюдь не народной низовой литературы а текст очень высокой литературы слова о законе и благодати киевского митрополита илариона это надгробная речь проповедь прочитанная в десятинной церкви киеве над усыпанницей владимира крестителя руси святого равнопостольного князя владимира и это именно проповедь она построена по риторическим канонам проповеди по хрии и в ней иларион говорит о значении пришествия христианства на русь вот и здесь надо сказать что иларион был первым киевским митрополитом выходцем из славян который был поставлен по сути самочинно киевским князем в качестве такой вот конкуренции с константинополем с константинопольской патриаршей кафедрой русская церковь долго еще до 16 века не будет иметь автокефалии будет иметь своего патриарха до времен бориса годунова то есть до падения константинополя она фактически будет юрисдикционно подчиняться константинопольской патриаршей кафедре но вот иларион это был такой первый пробный шар независимости церковной и по всей видимости это был человек исключительно образованной хорошо представлявший себе и христианскую традицию и замечательно владевший слогом замечательно владевший языком он начинает с символического истолкования ветхозаветной легенды о аврааме и саре авраам относится к ветхозаветным прадцам у них сарой не было детей до весьма почтенного возраста 90 с лишним лет и тогда бог сказал аврааму войди к рабыне своей агаре познай ее и он знает агарь зачинает от нее сына измаила а по еврейским традициям именно перворожденный сын должен наследовать все от отца но потом получается так что на сара тоже понесла и родила аврааму сына которого нарекли исаком тот самый исак которого авраам поведет потом на гору мария чтобы совершить жертвоприношение разнесет над ним свой меч но ангел ведет его это станет потом предметом медитации все равно киркегора датского философа в работе страх и трепет так вот о чем говорит это весьма пикантная история которая произошла с жилыми людьми бог скажет потом от измаила я положу роды и роды пойдут колено но завет свой я заключу с исаком и кстати в русской традиции представителей ислама будут называть агаряне потомки агаре и именно они секирами и аскордами врата царьграда рассекли когда турки завоевывают константинополь нынешний стамбул когда пойдет византийская империя 1453 году что русскими летописцами и истериософами будет рассматриваться как своего рода возмездия за ферраро флорентийскую унию вот это поучительно говорит нам о том что не всегда первые бывают первыми иногда первые иногда первыми бывают последние вот и в данном случае завет бог заключает не с первородным измаилом а с вторым сыном авраама но сыном от свободный а не от рабы таким образом богоизбранный народ который дал миру спасителя но не узнал его и распял его может быть сменен в истории другим который будет ближе и милее богу то есть этот первый текст одиннадцатого века середина одиннадцатого века закладывает идею русского мессианство и миссианство миссианство это понятие связанное со словом миссия у каждой нации у каждого народа есть своя миссия она должна чему-то послужить а вот миссианство происходит от слова миссия и такой миссианской богоизбранной нации богоизбранным народом согласно библейской истериософии является только один народ народ еврейский ну вот поэтому в этом тексте мы находим не только веру то что русский народ найдет свое особое призвание в христианском мире но и определенные анти иудейские мотивы вот что не следует как бы скрывать да иларион пишет закон предтечий был и слугой благодати и истине истина же и благодать слуги будущему веку жизни нетленной как закон приводил принявших его к благодатному прещению как его к благодатному крещению так и крещение открывала путь своим сынам к вечной жизни и ну вот для древнерусской культуры для литературы или для иконописи очень важным было понятие красоты красоты красота это то что свидетельствует о присутствии бога в мире на флоренский потом скажет отец павел флоренский есть строится рублева следовательно есть и бог то есть доказательство не логическое не метафизическое нет натуралистическая эстетическая вот и поэтому красота которая мыслилась и как золочение иконостаса и как драгоценные камни в одеяниях и митрах архиереев и как богатство вот тут надо сказать что это не не та вот скромная красота которую потом отметит тютчев скажет скажет эти бедные селенья это бедная природа край родной долготерпения край ты русского народа всю тебя земля родная в рабском виде царь невестный сходил благословляя нет вот не не вот это вот скромная неприглядная красота уж красота она должна быть красотой красота и богатство вот это понятие которые стоят в одном ряду ну когда мы говорим об облачениях или иконах это понятно а вот когда мы говорим о словесном искусстве ну это скорее такой азианский тип красноречия если мы будем говорить языком цицерона или византии есть словосочетание плетение словес то есть это некий медвяный ток как скажет об этом и кирилл туровский да сладкобо медвяный сот и добро сахар обоего же добрее книги разум сия оба суть сокровища вечной жизни то есть сладок мед из сот и прекрасен сахар но всего этого лучше разум который мы черпаем из книг ибо этот разум есть сокровище вечной жизни вот язык митрополита илариона он очень богато представляет нам вот эту византийскую литературную традицию которую свойственно например акафистом особого рода на богослужением читаемым вне службы когда стоя люди прославляют божью матерь или святого начиная каждый стих со слова радуйся 144 раза произносят радуйся ну вот давайте посмотрим небольшой фрагмент где иларион говорит о том что было и что стало что было до крещения что принесло крещение на русь когда мы были слепы истинного цвета не видели но во лжи идольской блуждали к тому же были глухих спасительному учению помиловал нас бог и воссиял нас свет разума чтобы познать его по пророчеству тогда отверзутся очи слепых и уши глухих услышат и когда мы притыкались на пути погибели последуя бесам и пути ведущего к жизни не ведали к тому же бормотали языками нашими молясь идолом они богу своему и творцу посетила нас человеколюбие божье и уже не последуем бесам но ясно славим христа вот ну как в каком-то месте он скажет да прежде мы были как скоты бессловесные на шуйцу и десницу не разумели и немало о небесном не заботились вот только к земному прилежали и немало о небесном не заботились послал господь и нам заповеди ведущие в жизнь вечную по пророчеству оси и будет в день он и говорит господь завещаем завет с птицами небесными и зверьми земными и скажу не моему народу вы народ мой а он скажет мне ты господь бог наш вот этот антитетика которая очень свойственно на византийскому акафисту радуйся высоту неудобовосходимые человеческими помыслы радуйся глубину неудобозримая и ангельскими очима то есть радуйся высота куда и разум не проникает человеческий радуйся глубина куда и взоры ангелов не достигают то есть образуется такая бездна бездна бездну призывает и мы оказываемся раскачивающимися на таких метафизических качелях от одной высоты до другой глубины и все это порождает в нашей душе особое слезное умиление слезный катарсис то есть после гегеля диалектика становится трех частный тезис антитезис синтез вообще говоря диалектика может быть и двух частная это диалектика антиномии диалектика противоположного вот и взирая на эти крайности находясь пребывая между ними человек слушатель испытывает вот такое особое состояние духа которое можно назвать словом возвышенное вот потому что возвышенное включает себя и как показал кант и определенное чувство страха перед несоизмеримостью человека с тем с чем он сталкивается у канта это звездное небо над нами правственный закон внутри нас вот но митрополит иларион скажет что христианство сделала русь домом святой софии и в этом увидит заслугу князя владимира вот надо сказать что первые русские храмы были посвящены софии премудрости божией и еще княгиня ольга бабка князя владимира поставила в киеве 862 году деревянный храм вот но каменная софия один из древнейших храмов руси который существует и сегодняшний день конечно выстроен как некая реплика и конкуренция с святой софии константинополя поставленной императором истинианом и представляющий собой утверждение христианство но здесь надо сказать что если константинопольский храм это чисто крестологический храм то святой софи святую софию киевская потом и новгородскую и полос и полоцкую и вологодскую можно рассматривать как богородичный храм то есть ее престольным праздником является успение богородицы и вот здесь это навигация софии от христа к божьей матери очень интересно кстати одна из главных главной иконы святой софии богоматери аранта молящаяся называется нерушимая стена вот и бытование этого словосочетания даже в советской атеистической песенной культуре когда началась великая отечественная война зазвучала песня нерушимой стеной обороной стальной защитим остановим врага то есть вот главная икона софийского храма стала и иконой защитницы так же как и храму мыслись местом которые на земле являются домом небесным приютом и защитой всех на сирых на обиженных угнетаемых притесняемых а может быть и защита от врага поскольку монастыри часто строились как крепости и выдерживали многомесячную осаду как например троица сергиева лавра когда поляки подступили к ней в 17 веке ну вот у сергея сергеевича аверинцева выдающегося пилолога академика аверинцева исследователя в том числе и на византийской и древнерусской культуры была статья об одной надписи над конхой софии киевской эта статья вышла кажется еще в 1973 году это было поразительное исследование присутствия софии при мудрости божий в русской культуре это далеко не маловажная тема вот эта надпись над конхой святой софии представляла собой строчки из 45 псалма бог посреди его и не подвижется поможет ему бог за утро то есть его имеется ввиду град и храм святой софии означает что софия является покровительницей города и находясь под покровом святой софии город не подвижется то есть не разрушится и бог ему поможет ранним утром вот эта идея софии как крепости софии как покровительницы вот трансформируется в потом в новгороде в очень интересную икону новгородской софии которая возникает в 15 веке возникает достаточно поздно где софия изображает женского ангела женский крылатый ангел одетый пурпурные одежды восседающий на троне а с двух сторон ему предстоят богоматери ан притеча то есть это некий 10 10 по гречески означает моление диисусный чин это чин где двое молятся христу данном случае они обращены к женскому ангелу а над ним в клейме изображен спас вседержитель изображен христос а над спасом в за небесной области изображен уготованный престол и тимосия то есть престол без христа который ожидает второго пришествия и ангелы вострубящие даст с трубами которые его окружают вот история этой иконы на собственно говоря порождает потом в русской философии целую линию софиологии которая актуализируется сначала григорием сковородой украинским странствующим на философом 18 века потом владимиром соловьёвом дальним родственником сковороды кстати конце 19 века но в начале 20 священником павлом флоренским и протеереем сергием булгакова который на идее софии премудрости строит свой впечатляющий богословский синтез трилогии о богочеловечестве за который кстати сказать он получит от двух церковных юрисдикций осуждение в ереси вот то есть икона софии премудрости оказывается чем-то не вполне традиционным не вполне каноническим как бы даже почти юридическим и оставляет нам много загадок вообще-то говоря что изображено на этой иконе аллигареза притчей соломоновых где софия говорит от первого лица господь имел меня началом пути своего прежде созданий своих исканий от века я помазана от начала прежде бытия земли я родилась когда еще не существовали бездны когда еще не было источников обильных водою я родилась прежде нежели водружены были горы прежде холмов когда он еще не сотворил ни земли ни полей ни начальных пленок вселенной ну и дальше 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 в конце концов софия говорит я была художницей при нем и была радостью всякий день веселясь пред лицем его все время веселясь на земном кругу ему и его и радость моя была сынами человеческим то есть вот это софия оказывается женским таким началом в боге при боге началом творящим мироустроительным я была художницей при нем то есть у нее был план как нужно творить мироздание вот и при этом она еще радовалась все время смеялась по еврейски софия хокма и отсюда русское слово хохма анекдот над которым мы смеемся хохмим хохмач человек который рассказывает анекдоты но он как-то причастен софии как-то причастен мудрости божественной вот поскольку мудрость она в том чтобы не грустить не быть злыми не точить друг на друга зуб или кинжал а в том чтобы радоваться в том чтобы пребывать в хорошем настроении вот и это прекрасно усвоил себе автор притчи царь соломон человек достаточно жизнерадостный вот как мы знаем из других его текстов вот вот он придумал ли он эту софию но во всяком случае она глубоко запала в сердце и сознание древнерусской книжности есть разные гипотезы относительно происхождения этого образа ну вот николай константинович гаврюшин философ считал что это результат западных влияний что на русь пришли латинские гравюры иллюстрации к утешению философии северина боеция вот где была изображена некая дама которая в тюрьме явилась боецию таких его видениях вот но сейчас появляются другие исследования вот в частности недавно вышла статья искусствоведа царевской где она рассказывает историю первой софийной иконы первой фрески которая появилась в грановитой палате архиерейских покоев новгородского архиепископа ефимия в 1441 году то есть мы даже знаем дату конкретную когда была написана первая известная нам софийная фреска и что якобы автором этой фрески и и идейным автором конечно иконописцем был сам архиепископ ефимий который весьма скептически относился к идее унии а в время как раз заседал первого флорентийский собор который провозгласит унию и ну к сожалению или к счастью этот собор не стал восьмым вселенским собором и в нем участвовал киевский митрополит исидор грек по происхождению который с удовольствием в унии принял участие подписал ее и потом вошел обратно в град стольный с латинским крестовым четырехконечным но князь почувствовал что что-то недоброе здесь он посадил его в чудов монастырь московский князь вот посадил его в чудов монастырь и потом исидор сбежал к латининам и стал католиком так вот ефимий как раз занимал другую позицию и эту икону он придумывает как некий противовес ферро флорентийскому собору где на софия вот этот женский ангел сидящий на престоле крылатый в пурпурных одеждах и олицетворяет собой церковь церковь которая представляет собой не оскверняемое единство вот ну ясно что образ этот возникает в новгороде не просто так новгородская боярская республика новгородская вече и софия оказывается каким-то собирательным образом христианского народа таким образом церковной демократии если угодно ну вот в определенном смысле она транслируется и в образ матери сырой земли вот у достоевского в бесах хормоножка жена ставродина будет говорить богородица что есть мать сыра земля вот это удивительное софийное переживание земли земли как родящие земли как милующие земли как кормящие земли как матери к кому обращается раскольников когда он улечен совершение своего преступления он падает на землю он целует землю и это идея где видимо прибывают какие-то до христианские языческие представления о земле у культе плодородия она никуда не ушла из русской культуры собственно говоря один из представителей такого протопротестантского движения на феодосии косой в 16 веке считал что исповедоваться нужно не священник исповедоваться нужно земле нужно целовать землю вот это сращивание образа софии и образа на матери сырой земли который в то же время открывает нам перспективу новая земля и новое небо с не просто земля но преображенная земля очень сложный образ и кстати в текстах 16 века мы находим с вами сказание о том что есть софий премудрость божья которая является переводом из ареоподитского корпуса корпус ареоподитикум и мы видим что достаточно высокий уровень и лингвистический и рефлексивный переводчика который умудряется показать в этом тексте что софия является промыслом софия это промысл божий о человеке и софии он сравнивает с чашей неизливаемой неупиваемой чашей которая и движется и покоится и на месте остается и в движении пребывает вот и подает свои дары и в то же время не оскудевает никогда вот ну так такая антитетичность как в песне подмосковные вечера речка движется и не движется вся из лунного серебра песня слышится и не слышится в эти тихие вечера вот то же самое примерно происходит и с чашей в этом сказании который публикует в своей книге гелян михайлович про ухоров замечательный исследователь переводчик корпуса ареоподитикум на русский язык вот но интересно что есть еще и другой извод софийной иконы это киевская софия которая называется премудрость созда себе дом если новгородская софия иллюстрирует книгу притчи соломоновых 8 22 36 то киевская софия иллюстрирует продолжение 9 1 6 премудрость построила себе дом вытесла 7 столбов его заколола жертву растворила вино свое и приготовила у себя трапезу послала слуг своих провозгласить с возвышенности городских кто неразумен обратись сюда из куда умному она сказала идите ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное оставьте неразумие и живите и ходите путем разума то есть обращается она и к безумцам и к ищущим ума ищущим ума речи и обращается не с чем-нибудь а по сути с литургическим возгласом который мы слышим в литургии иоанна златоуста как цитату из христа вот вот это образ семистолбного храма где 7 столпов олицетворяют собою и 7 вселенских соборов 7 добродетелей вот и софия очевидно совершенно в этом каноне уже изображается не в виде женского ангела крылатого в виде богомати в виде богородицы то есть происходит здесь это отождествление что премудрость божья это есть вот это богоматернее лона это непорочная дева но вообще-то говоря если мы спроецируем это как это делает а веренцев в античную культуру то мы увидим что примерно такие же атрибуты и чистоты непорочности приписывались афине которая и была богиней мудрости носительницы софии в греческой древнегреческой культуре и поэтому философия и мыслится как любовь к мудрости серечь к софии а философ именуется любомудром вот это само понятие мудрости но требует очень серьезной проработки и в русской философии мы нередко это находим например у шпета есть статья которая называется мудрость или разум чего должен искать философ разум как строгая логическая дисциплина мышления или мудрость как некая непосредственно интуитивная девинаторная мистическое проникновение к реальности вот и мудрость не всегда тождественно образованности и знания мы прекрасно представляем что мудрым может быть пожилой человек который не учился ни в каких университетах и не получал систематического образования но в то же время житейский это очень мудрый человек мы пойдем за советом к нему а не к доктору философских наук вот поэтому то что мудрость это есть нечто иное чем разум вот включающие в себя не только силогизм и только правила логического мышления дискурсивного мышления но и некий опыт жизненный опыт как живешь спросим не только как верующие как мыслишь ну вот но помимо вот этого интереснейшего софийного такого зачина который мы видим уже и в одиннадцатом веке и в киевской софии и слове о законе и благодати митрополита и лариона еще раз повторюсь что пришествие христианство мыслиться им как пришествие софии на руси наверное необходимо вспомнить о важном другом идейном подтексте идейной составляющей древнерусской культуры это влияние исихазской традиции исихазма исихия это безмолвие это молчание и исихазма в частности выразившегося в 14 веке в учении святителя григория паламы паламизм паламизм есть безусловно проявление исихазма но исихазм не стоит сводить только к паламизму это и египетские отцы пустыни это и диоптра филиппа монотропа филиппа пустынника это и божественные гимны симеона нового богослова вот все эти тексты безусловно и тексты или явления относятся к исихазской традиции но вот ее актуализации безусловно становятся паламидские споры григорий палама епископ фессалоникийский подвижник аскет родившийся в 1296 году покинул в возрасте 20 лет константинополь 20 лет провел в опытном изучении исихазма прежде чем выступил как писатель в его защиту в своих проповедях гамелиях произнесенных фессалониках куда в 1347 году он был назначен митрополитом в этих проповедях он открывает свое учение широкой толпе посвященных и здесь звучит тема поворского света вообще тема света она очень характерна для такой духовной философии да поскольку свет всегда это не просто противовес тьме а это обозначение некого божественного присутствия если тьма это ничто это днихель это отсутствие то свет это безусловно присутствие вот но здесь речь идет о особом свете не просто о солнечном свете или лунном или не дай бог электрическом свете по которому пройдется потом алексей философии своей диалектики мифа здесь речь идет о нетварном свете о свете духовном который не может быть увиден простым физическим зрением для этого необходим особый духовный опыт и вот это тот свет который исходил от христа на горе фаворской во время преображения и споры о природе этого света раздирали буквально константинопольское общество середины 14 века против григория паламы выступила сразу несколько несколько партий выступил никифор кедонис который был сторонником гуманизма эллинской философии вот но выступили и варлам и ахиндин которые считали что палама слишком дерзновенно посягает на тайны богопознания вот и утверждали что свет который воссиял от господа момент преображения был тварью то есть был сотворен как любой физический свет от солнца или от лампочки вот ну вот эти споры вообще говоря не только вокруг света циркулировали у пастернака обыкновенно цвет из пламени исходит в этот день с фавора осень яркая как знамение себе приковывает взоры стихи из доктора живака да и мне приснилось что сегодня 6 августа по старому преображение господь вот вот что то подобное этому свету но еще и понятие божественных энергий внутренней божественности которая не отделима от божества но которая все таки является неким проявлением божества неким выходом бога из себя к другому и с этими энергиями мы можем взаимодействовать то есть по ним мы можем быть причастны божеству с ними мы можем со работничать или вступать в синергию то есть во взаимодействие со работничество по-гречески это синергия то есть это это даже такое есть название в современной культуре достаточно впрочем перекочевавшая из духовного плана в план такой около оккультно-мистический физический сейчас любят разговаривать о энергиях о том что где-то надо встать в какую-то точку раскрыть руки занять какую-то позу да и вот энергии прямо польются в тебя широким потоком вот ну вот это синергийная философия это и есть паламизм в современной русской философии Сергей Сергеевич Харужий доктор физико-математических наук и переводчик Улисса Джойса разрабатывал учение которое он называл синергийная антропология основавшиеся как раз на текстах Григория Паламы некоторые из которых были переведены на русский язык другом Харужева философом филологом переводчиком Хайдгера Владимиром Вениаминовичем Бибихиным Бибихин переводил Паламу в советские времена под псевдонимом В. Вениаминов вот ну вот Харужий взял эти тексты прочитал их и решил сделать из этого такую современную достаточно авангардную философию вот действительно паламизм говорит нам о том что мы не можем познавать Бога в его существе мы не можем проникать по сущность божества да и уподобляться Богу по сущности но мы можем уподобляться Богу через энергии да божественные где-то в определенном смысле это берет что-то и от Платона поскольку конечно Платон это неотъемлемая часть восточного богословия представление о связи двух миров о символизме но и от Аристотеля тоже поскольку пара категории дюнамис энергия сила или возможности действия это аристотелевская пара категорий вот таким образом если мы хотим эти энергии постичь для этого надо не суетиться не мельтешить и не совершать некий сизифов труд а надо молиться надо созерцать надо творить умную молитву умную от греческого слова ноэтос то есть не только умную но и духовную да вот и эта молитва суть молитва Иисусова она состоит из небольшого количества слов Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешного вот и надо повторять ее достаточно большое количество раз при этом сопровождая это какими-то антропологическими практиками дыхание поза не случайно паламитов называли амфалопсихи люди которые считают что душа заключена в пупке потому что они предписывали определенное положение тела которым нужно было совершать эту молитву но поскольку она умная то в общем-то ее можно было не произносить а ее ввести в какой-то ритм жизни что молитва начинает твориться там с каждым ударом сердца что она становится ритмом всех наших поступков дел вот это интересная практика и кстати сказать вышедшая далеко за пределы 14 века вот одна из самых популярных русских книг на западе это откровенные рассказы странника своему духовному отцу книга которая не имеет официального авторства и которая как раз повествует вот о таком опыте странника путника паломника который творит умную молитву не дали как совсем вот несколько недель назад мне повелось побывать в швейцарии и в таком достаточно общедоступном книжном магазине я видел ее на прилавке как хит сезон то есть она хит сезон уже много десятилетий эта книга она открывает западу представление о том что такое русская духовность не какие-то наши многотомные богословские сочинения и даже может быть не собрание сочинений наших великих писателей а вот эта маленькая тонкая книжка откровенная рассказы странника своему духовному отцу множество подражаний она вызывала в католической среде вот то есть 14 век когда император контакузин и филипп камнин вот император патриарх вот они поддерживают эту паламидскую линию и константинопольский собор соборы середины 14 века 1351 года принимают в сторону паламы против варлаама и окиндин и утверждают что он и божественный свет есть не тварь не сущность бога но не тварная естественная благодать воссияние и энергия нераздельно и вечно происходящее от самой божественной сущности вот но это дает какую-то победу в споре пускай временную не гуманистом призывающим к чтению Аристотеля и переводом Вергилия или еще каких-то античных поэтов а вот монахом молчальником монахом для которых в центре стоит праксис христианский и что же мы видим в этом же самом веке мы видим что на Руси феномен Сергия Радонежского то есть отрока варфоломея иноков варфоломея ушедшего рано достаточно из семьи в лес вырубившего там пустыньку маленькую то есть пустое место от леса и ставшего на молитву то есть вот Сергий стал такой свечой создав монастырь в честь Троицы а до этого не было такой традиции ни на Руси ни у греков вот по сути передал потом свою эстафету своим ученикам старшему брату Стефану который тоже стал отшельником и основателем монастырей и на Руси и на Руси пошли вот эти вот монастыри да эти пустыни которые из кели превращались в скиты потом в идеоритма то есть такие особо житные монастыри а потом киновийные монастыри в братство вот и вот профессор московского университета великий русский историк Васильевич Ключевский произнес знаменитую лекцию значения преподобного Сергия для русской культуры где он скажет что по сути эти монастыри и создали Русь и защитили ее от внешнего врага и привели ее к объединению поскольку ну религия и религиозный праксис все таки является мощной объединяющей силой для нации и вот эта сеть монастырей да она не менее важной была чем сеть городов и княжеств пребывавших в состоянии раздробленности войны конкуренции друг с другом вот и о самом Сергии Радонежском в житии сказано что он покинув дом ушел в лес чтобы един единствовать и безмолвовать и там божественные сладости молчания вкусив и отступите и оставите нехотяша то есть сладости молчания и это часто мы встречаем когда его ученики становятся учениками безмолвия прозываются молчальниками да вот собственно целительная сила молчания была отмечена еще пифагором пифагорейцы вступавшие в пифагорейский союз должны были пять лет провести в молчании принять на себя обет молчания прежде чем приступить к занятиям математикой философии вот потому что ну это такое трезвение да это очищение от суетных словес и конечно влияние исихазма хотя мы может быть не встречаем в это время прямых переводов текстов паламы но влияние исихазма в 14 веке пору палеологовского возрождения Византии является очень важным для древнерусской культуры древнерусской книжности в это время на Русь приходят такие тексты как творение Исаака Сирина Лествица Иоанна Лествичника Диоптра Филиппа Пустынника Постничество Василия Великого перевод ареаподитского корпуса со схолиями сделанный на Афоне по поручению сербского митрополита Феодосия старцем Исаией вот ну а потом 14 15 век сменяет его это уже Пахомий логофет который составляет жития святых был ли он серп был он славянин очевидно серп или русский неизвестно вот так что это время очень может быть не кричащий но большой подспудной интеллектуальной работы по усвоению вот этой духовной философии на Руси Диоптра Зерцала так будут называться многие сборники которые в Петровскую эпоху будут выходить зеркало потому что книга это зеркало в которое я должен глядеться в котором я должен рассмотреть какие-то значимые черты вот Диоптра Филиппа Пустынника Филиппа Монотропа византийский памятник десятого по всей видимости века где в диалог вступает душа и тело приа души с телом кто кого учит кто является наставницей наставником тело наставник души не наоборот почему же как же тело которое согласно Платону является темницей души но здесь жанр византийского диалога слуги и госпожи слуга оказывается часто более сведущ и более практичен чем госпожа вспомним Труфальдин из Бергама да вот или семейского целлюльника бомарше вот слуге есть что рассказать своей госпоже и в данном случае тело объясняет душе что оно не виновно в грехах это душа ввергает тело в разное неподобающее для него состояние это душа своими помыслами и примыслами ввергает тело в пороки и поэтому тело метафизически нейтрально и для христианской культуры очень важен принцип воплощения то есть бог стал плотью слово стало плотью хологос и саркс ген это саркс по-гречески это мясо это не тело а это плоть то что по-русски мы называем то есть то что страдает страждет болеет испытывает какие-то недуги соблазны вот и этот принцип воплощения означает что тело не есть что-то ничтожное и ненужное и требующее преодоление более того христианство возвещает идею воскресения мертвых в теле то есть это значит что тело становится некой онтологической ценностью ну вот пиампална гайденко выдающийся историк философии она считала что вообще этот христианский принцип воплощения во многом и послужил таким стартером для новоевропейской науки вот поскольку тело мир не является чем-то ненужным и гностически негодным требующим преодоления и сгорания в конечном итоге да постольку к этому следует проявлять интерес внимание изучать его законы вот на этом как бы основана вот концепция пиампална гайденко концепция развития новоевропейского научного знания и вообще формирования науки как таковой хотя интересно что мы в древнерусской культуре находим не только ученых монахов да и человеков людей призывающих к духовной практике но мы находим и фактически ученых то есть интереснейших писателей книжников которые занимаются вопросами научного знания вот в новгородской земле таковым был кирик новгородец который жил в середине одиннадцатого века был диаконом потом иеромонахом получившим в схеме имя кирилл вот у него такое имя кирик редкое необычное да кирик кюрик может быть это даже монашеское имя его было а мирское имя было константин но в схеме он получил имя кирилл вот автор вопрошания кирикова математик автор трактата учения о числах вообще говоря удивительно но в одиннадцатом веке вот мы находим по сути математический и астрономический русский научный трактат ну задача летоисчисления прежде всего подчинена составлению пасхальных таблиц надо знать как устроено время пасха высчитывается в зависимости только от солнечного но от лунного цикла да вот и пасхалии составлялись на Руси более того возникла проблема что когда по летоисчислению в 1492 году должен был наступить конец седьмого тысячелетия должен был успеть конец света непонятно было как составлять пасхалию на осьмую тысячу лет ее же не будет и люди не засеяли поля наступил голод то есть вообще-то говоря в 1391 году ждали что это наступает год последний ну а тут еще был 12 век еще далеко даже еще нашествие татарское не пришло поэтому занимался Кирик математикой и запрягал лунный и солнечный календарь но кроме этого поставил интереснейшие проблемы что например является точкой времени то есть мельчайшей единицей времени и вероятно что эти занятия были связаны и с его музыкальной деятельностью потому что эта точка времени это и самая краткая музыкальная длительность вот он изучал дроби вот и эта точка времени которую Кирик называл часец также связана с актуальнейшим для математики и психологии и других наук вопросом что такое настоящее вот где это настоящее как его уловить сказали настоящее оно уже стало прошедшим оно ушло в прошлое вот поэтому есть какой-то отрезок времени который наш мозг наше сознание воспринимает как настоящее ну не только учением о числе он занимался но и другие вопросы более практически ставил например писал Нифонту митрополиту вопросы как сопрягать реалии веры и реалии жизни ну вот христианство не разделяет монахов и мирян и определенные требования требования соблюдения поста или ограничения плотской сексуальной жизни они распространяются как бы на всех вот Кирик спрашивал а как великим постом да вот что надо жены своей воздерживаться вот люди не понимают этого да вот и эти вопросы очень подробно рассматривались причем надо сказать что митрополит на некоторые вопросы даже не мог ответить и обходил их молчанием настолько они были сомнительны скабрезны а в некоторых вопросах занимал очень умеренную позицию например отвечая на вопрос Кирика что будет если воскресенье субботу или пятницу ляжет человек с женой и зачнет она дитя то ребенок будет либо вором либо блудником либо разбойником либо трусом а родителям епитимия два года а нифонд отвечал на это такие книги нужно сжечь то есть такая вот строгость или как говорят акривия в вопросах чувственной жизни не устраивала новгородского митрополита тогдашнего вот ну если мы говорим о древнерусской культуре то конечно здесь стоит взирать на византию на прототип на культуру от которой восприняли христианство и послы князя Владимира оказавшись в Софии Киевской сообщали потом что они не знали где они на небе или на земле лишь не знали там кождение храма было осуществлено из таких жаровень которые находились под полом были дырки в полу и Ладан поднимался в храм и ощущение было что все находятся в облаке поэтому не ясно было на земле или на небе они находились но во всяком случае какая-то красота этой службы вот в том числе наверное щедроты с которыми принимали послов они способствовали тому что и Владимир крестился в Корсуне или в Херсонесе нынешнем Севастополе да вот и в Днепре крестил свой народ а митрополит Эларион сказал потом прежде были как скоты бессловесные а теперь учимся словом благодатного закона но вот здесь надо заметить что можно три фактора выделить о которых говорит пресвитер Александр Шмеман три фактора влияния это римская политическая традиция связанная с идеей империи это греческое литературное наследие и это православная христианская вера вот и здесь мы поговорили и о литературном наследии и о литургическом наследии но почти ничего не сказали о политической традиции о идее империи пакса романа вот в этом нынешнем году в 2021 исполняется 300 лет как Петр I провозгласил себя императором а Россию империи но еще раньше мы встречаемся с идеей Москвы Третьего Рима и это тоже немаловажная идея политическая связанная с идеей пакса романа пакса христиана вот мир империи который преодолевает противоборство народов и водворяет вселенский мир первоначально в первые века христианство отношения империи конечно было резко отрицательно если римские императоры отправляли христиан в клетки со львами вот но постепенно у Андрея Кисарийского вот в шестом веке да с христианизацией империи стали возникать идеи о империи как силе которая удерживает тут пришествие антихриста является токотехон вот поэтому задача империи в том чтобы не допустить впадение мира в апостасию и собственно император юстиниан был таким вот выдающимся кодификатором создателем нома канона да вот согласно которому стабилизировалось отношение светской и духовной власти в идее симфонии симфонии как своего рода паритета то есть церковь заботится о небесном спасении государство заботится земном благоденствии но в определенный момент они приходят друг на другу друг другу на помощь вот между ними устанавливается как говорил шмеман своеобразный догматический союз то есть церковь может обратиться государству например если ей потребуется защита от ереси вот и на востоке это всегда перевешивало в сторону государства в сторону цезаря попизма когда кесарь оказывался главнее да когда он навязывал свою волю церкви и в зависимости от его вкуса от его позиции например отношение к иконоборчеству которое долгое время было просто официальным воззрением восточной римской империи пока и андамаскин не сумел победить после полутора веков иконоборчества вот царство оказывалось важнее священство ну и вот в этом отношении конечно мы не можем сейчас рассмотреть все интереснейшие политические идеи которые возникают в этот период киевской московской руси я может быть замечу только о двух первый текст это на самом деле текст совершенно не политологический это моление Даниила Заточника часто он рассматривается как основа вот такой философии княжеской власти Даниил Заточник жил в Переславле вот и его за что-то заточили посадили в темницу и он пишет моление или прошение своему князю Ярославу Владимировичу начиная текст с переложения псалтири с переложения псалмов вострубим как златакованные трубы во все силы ума своего и заиграем серебряные органы гордости своей мудростью восстань слава моя восстань псалтири и гуслях ну и вот псалтирь обращена к царю небесному а этот господин псалтири коим является бог превращается в тексте Даниила Заточников князя именно князь тот строгий судья и милосердный добросердечный господин который должен прийти на помощь к рабу своему видел господине твое добросердечие ко мне и прибег всегдашней любви твоей ибо говорится в писании просящему тебя дай стучащему открой да не отвергнут будешь царствие небесного ибо писано возложи на бога печаль свою и тот тебя пропитает вовеки ибо я княже господине как трава чахлая растущая под стеной на которую ни солнце не сияет ни дождь не дождит так и я всеми обижаем потому что не огражден я страхом грозы твоей как оплотом твердым то есть вся поэтика которая к богу обращается в псалтире здесь обращается к земному князю который еще вдобавок и в тюрьму посадил этого несчастного княже мое господине избавь меня от нищеты этой как серной сетей как птицу из западни как утенка от когтей ястреба как овцу из пасти львиной моление совершенно светский текст это не молитва это прошение да но в то же время текст в котором играют многие референции цитаты из ветхого завета из нового завета часто очень поэтичен даниил кому боголюбово а мне горе лютое кому бело озеро а мне чернее смолы кому лачи озеро а мне на нем сидя и плач горький и кому те есть новгород а мне и углы опадали за ней не процвете часть а я специально читаю не в переводе а близко к оригинальному тексту вот но что случилось с несчастным даниилом и почему его отправили в заточение есть на эту тему разные версии в частности то что он был скоморохом шутом и прогневил жену князя которая приказала с ним расправиться может как-то пошутил неудачно вот и не случайно последняя часть она носит такой очень жесткий гендерный характер где он призывает князя не доверяться жене злой и вообще описывает такую отрицательную роль женщины как советчицы правителя политика вот вспоминает даже какие-то истории когда человек ребенка своего продал его спросили зачем ну вот будет на мать похож попробуй с ним потом слать говорит он из каких-то видимо византийских сборников анекдотов и вот этот образ злой жены торговка плутоватая кощуница бесовская людская смута ослепление уму заводила всякой злобы церкви сборщица дани для беса защитница греха заграда от спасения если какой муж смотрит на красоту жены своей и на ее ласковые льстивые слова отдел ее не проверяет дай бог ему лихорадку и болеть и да будет он проклят вот такие очень не однозначные пожелания мы встречаем вот но действительно представление о князе как о единоличном автохтонном правителе вот что-то вроде бога на земле да как потом и фан прокопович будет сравнивать царя петра с христом земным да господь на земле да любая воля ему подвласт патерналистский тип власти вот ну и конечно идея Москва Третий Рим которая совершенно в другом контексте возникает в начале 16 века когда вот не только на Руси но и на западе ожидается апокалиптическое время вот строятся ковчеги для спасения в случае нового потопа у нас вот народ решил пшеницу не сеять и до голода себя довел потому что восьмая тысяча лет все вот правда в еретических книгах в частности шестокрылья который пришел с жидовствующими с сектой такой там было сказано не волнуйтесь еще только шестая тысяча лет не кончилось еще поживем вот ну так в этом смысле идея третьего рима возникает как последняя попытка спасения если два рима пали а рим пакс романа пакс крестьяна теперь является удерживающим от пришествия антихриста осталось только третьему риму только третьей попытки оказаться неудачной а шансы на это большие потому что послание великому князю василию вот нам два послания филофея инока спас или азарова псковского монастыря известны это послание к думному дьяку миссию мунехину и послание к великому князю василию третьему отцу ивана грозного об исправлении крестного знамени о садомском блуде садомским блудом тоже все было непросто он был к сожалению в наличии в монастырях и вовсе не инославные его завезли и более того был даже достаточно распространен вот и здесь филофей предупреждает он говорит если мы вот наши моральные ценности неподнимемые будем вот так распутничать то не пощадит нас господь бичи божьи неотвратимы но в то же время у нас есть шанс то есть третий рим может на какое-то время отодвинуть апокалиптическое время ибо старого рима церковь пала по неверию елисе аполинария второго же рима константиново града церковные двери внуки агарян секирами и аскордами рассекли и вот теперь третьего нового рима державного твоего царства святая соборная апостольская церковь во всех концах вселенной православной христианской вере во всей поднебесной больше солнца светится очень важно для историософии филофея что царство великого князя который начал называть себя царем это царство не русское не киевское а царство рамейское и вот это понятие рамейского царства является важным и ключевым потом Грозный будет писать своему полководцу Андрею Курпскому который сбежит в Литву вера наша русская а не греческая то есть он уже будет четко отставить эту идею что не надо нас ассоциировать ни с греками ни с римлянами мы сами по себе но здесь все христианские царства пишет филофей сошлись в твоем царстве после же этого мы ожидаем царство которому нет конца сошлись синтрехусин по-гречески то есть как бы империя это что-то объединяющее собой народы то есть это не локальное понятие и по Данте де монархия вообще империя и вообще власть монарха это вселенская власть то есть в данном случае Москва в историософии филофея оказывается таким центром христианского мира и центром империи центром града кочующего в пустыне ну а этот град в общем тоже не всегда поворачивается к людям своей приятной стороной о том свидетельствует например судьба Максима Грека тоже человека 16 века который попал на Русь в общем-то случайно его пригласили для того чтобы он описывал книги греческие которые попали из Константинополя после его захвата вот он был человеком прекрасно образованным принял после в доминиканском монастыре кстати сан-марко настоятелем которого был саванарола изучал труды Фомы Аквинского и Иоанна Дамаскина получил образование в Венеции в Падуе во Флоренции вот но потом уехал на Афон принял острик под именем Максим в Ватапецком монастыре и в 1518 году по приглашению Василия Третьего был призван в Россию когда он приехал оказалось что никто по-гречески не знает есть латинские толмачи которые по-латински понимают и он переводил с греческого сначала на латинский чтобы те переводили уже на русский вот так мы были инициированы греческой культурой да что язык то у нас греческий и не прижился и вот в своем кругу общения он был достаточно критичен по отношению к русской жизни тогдашней склонялся к нестяжательской позиции две партии нестяжателей и осифлян Нил Сорский лидер одной партии Заволжские старцы вот это как раз продолжение исихазской линии монастырский устав достаточно строгий Федора Студита они внедряют свою практику и Иосиф Володский который строит под Волоколамском крупный монастырь автор просветителя человек который считает что церковь должна быть богата сильна ну потом в этом монастыре Малюта Скуратов да часто бывает и митрополит Филипп Колычев гибнет который сказал Грозному в лицо правду ну вот прежде чем гибнет Филипп Максиму тоже приходится претерпеть его просят обосновать развод великого князя из-за бездетности и право на второй брак он не находит богословских оснований для этого ему этого не прощают кроме того он пытается заняться с правой церковных книг и находит среди них юридические он осуждается на соборе и ссылается в Осипов Волоколамский монастырь на башне в башне на цепи его держат пять лет на хлебе и воде вот а потом в Тверской отрочь монастырь и только за несколько лет до кончины оказывается опять-таки под арестом строится Сергий Влавль где он умирает незадолго до смерти встретившись с Иваном Грозным который отправляется в паломничество в северные монастыри с царевной Анастасией теряет своего первого сына как гибнет маленький Димитрий тонет не послушался совета Максима Грека вернуться и не ехать на Вологодчину так вот по объему трудов по объему написанного это один из самых плодовитых русских писателей в словаре церковных писателей Евгения Болховитина три страницы занимают только название его работ это и слово на латинов и перевод толковой псалтыри и повесть об Оригене и сказания о Севиллах и Платон философ из лексикона с виды византийского энциклопедического сборника ну Максим склонялся вот если для Филофея в Москве строился Третий Рим то для Максима христианский град скорее был кораблем кочующим в пустынь то есть не находил он при дворе московского князя реального воплощения христианского царствия вот ну а если говорить о его философских идеях то это и критика астрологов звездочетцев критика идеи фортуны или счастья о колесе фортуны вот не фортуна не счастье не рок не судьба а промысл божий который правит людьми и слово на латинов критика суетного прельщения да латинского но прежде всего и в идее чистилища вот и в папизме вот в папском превозношении над всем христианским миром вот и в идеях о бессмертии души но чтобы не растекаться мыслью по древу упомяну только еще один текст Максима о пришельцах философах вот он спрашивает пришли люди да говорят философы просят крова и хлеба как их испытать очень просто дайте им различить стихи героическую меру написаны они или элигийскую героическая мера гигзаметр а элигийская пентаметр если понимают в размерах значит наверняка философы вот примите с любовью и честью и елико время у вас жить произволяет жалуйте его нещадно и их даже захочет возвратиться во своясье отпустите его с миром а силою не держите у себя таковых ну вот и дальше ссылка на гомера якоже и амир глаголит премудрый законополагая страннолюбию лепа есть речи любите гостя у нас живущие а хотящие отыти пустите вот Максима не отпустили вот поработал на пняжий двор и оказался на пожизненном по сути да что не помешало потом его прославить в конце шестнадцатого века в качестве местно чтивого святого и только уже вот в наше время в конце двадцатого в качестве общероссийски почитаемого святого вот так и греку иногда бывает выпадет судьба стать русским святым вообще говоря о русской философии мы должны понимать что эта философия по-русски философствующая на русском языке но участвуют в ней совершенно разные люди и греки и немцы а потом может быть и язык Соловьёк будет писать по-французски и пытаться излагать свои идеи вот и публиковать в России вселенскую цепь в Париже Чадаев его философические письма тоже написаны на французском языке поэтому всемирная отзывчивость о которой говорит Достоевский это не миф она существует не только для русских все отзывается во всем и и мы в таком маленьком мире где все являются странниками и приходим друг к другу в гости пытаемся как-то усвоить прочитать и понять то что писали наши предки предшественницы и предшественники вот но мы только маленький кусочек из мира древнерусской мысли успели выхватить за эту нашу лекцию продолжим разговор о русской философской культуре в последующих наших встречах